Друзья мои хорошие, я всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, канал Добро Ейд. И сегодня прям такой новостной видос, короче, прям интересный видос для тех, кто обладает девайсами от компании Moza Racing. Точнее, есть компания Moza, а Moza Racing это подразделение, но не суть. Короче, от Moza Racing, либо те, которые хотят приобрести, думают, пока планируют. Для вас-то тоже, ребята, будет очень важно, очень интересно, ну и так далее, и тому подобное. Сразу хочу отметить, что это сейчас официальный сайт компании Moza, да, Moza Racing. И если вы находитесь в Европе, то вы можете приобрести себе тот или иной девайс, либо сделать предзаказ руля, либо педали, либо базы, я не знаю, либо комплекта, прям напрямую с сайта Moza. Если же вы из России, ребята, придется подождать компании, либо официальных дилеров, которые сотрудничают с Moza, да, и в Россию все это дело возят. Ну, например, я не знаю, опять же, можете считать за рекламу, не за рекламу, я говорю там про любые там сетевые магазины, будь то ДНС, не ДНС и так далее, да. И плюс к этому, конечно же, Дударев Моторспорт, да, вот Александр Дударев, который является официальным дилером, подтвержденным дилером от Moza. И есть гарантия, и все это привозится, и цены такие же, ребята, как, по сути, на сайте Moza. Плюс-минус наценка, если есть там на тысячи две, это как бы вот так вот. Да даже сегодня проверим, если уж на то пошло. Вот, наверное, как-то так. Так, ну давайте переходим прям конкретно к обзорам и к тем новинкам, которые Moza выпустила прям буквально. Вот я даже вчера публиковал в Телеграм-канале у себя и в группе ВК Добро едет, вступайте и туда, и туда, там вся инфа есть. Короче говоря, вот как-то так. Теперь поехали смотреть. Ребят, первым делом, смотрите, я прям пролистаю. Во-первых, я сейчас буду все детально показывать. Разработчики анонсировали, и уже есть предзаказ, если не ошибаюсь, вот, buy now. А, уже можно купить на педали CRP-2. Вот такие они, педали эти. Я про них более детально сейчас покажу. Вот это уже можно купить. У меня CRP просто педаль, это CRP-2. Дальше. Вот такой появился, опять же, в дальнейшем будет активный, активный педаль. Это блок, который крепится к педалям. Я так понимаю, что он регулирует только для педали CRP-2. Имитирует ABS, traction control и все-все-все. То есть будет реально отбивать вам ABS, и все это будет прям чувствоваться. То есть полностью активный force feedback будет на педалях. Вот такая херня, прикиньте. Это все новинки. Далее. Ну, по самолетам чуть позже скажу. И, наконец-таки, ребята, была информация по, когда вышел грузовой руль TSV, да, были картинки вот такие в дискорде о том, что Moza готовит вот такой девайс. И все это было только в картинках. И вообще все как бы, ну, сброс, вброс это какой-то, не вброс, неизвестно. А тут реально, Moza анонсировала, есть предзаказ, сейчас все покажу. И это действительно охрененно и нужно, и важная информация, и как для меня, так и для вас. Потому что многие спрашивали, многие беспокоятся, а подойдет, не подойдет. Сейчас все расскажу, ребята. И вот, собственно, ну и понятное дело, там дорого-богато. Короче, переходим. Мультифункциональный стелкс. Это, короче говоря, ребята, вот так сейчас можно сделать и нажать, где она у меня, где она. Вот, new. Нажимаем сюда. И посмотрим. Уже можно предзаказать. Цена 200 долларов. То есть сейчас, если нажму так, pre-order, да, и покажу. Цена 200 долларов. Доллар у нас сейчас в районе 90 рублей. Да, если не ошибаюсь, 200. То есть это образно 18 тысяч. Ну, 17-18 тысяч. У Дударева она будет стоить, ну, образно 20, если уж так говорить. Да, может быть, даже в те цены. Вот. То есть уже все. Она есть, эта вся история. И давайте быстренько пробежимся и посмотрим. Во-первых, это что такое? Это стрекоза в народе, который будет переключать нам поворотники, дворники, включать свет и так далее. Система круиз-контроля. К сожалению, нету здесь системы горного тормоза. Это, скорее всего, будете биндить сами. Но суть вот такая, да. И вот так это все будет, ребята, выглядеть. И уже это официально. Плюс к этому очень... Что мне понравилось, я уж прочитал эту информацию. Вот здесь вот эта штучка, которая, как раз, я так понимаю, позволяет автоматически отщелкивать поворотники к настоящей машине. Когда вы включили поворотник, повернули, руль обратно крутите, у вас отщелкивается обратно. То есть выключая, да, этот поворотник. Это действительно охрененная тема. Вот так это будет выглядеть. Вот так это будет выглядеть на базе. И сразу наперед скажу, что крепится как и сверху базы, так и снизу базы. Никаких проблем с этим нет. Потому что вот эта штучка, скорее всего, будет как-то переможно будет перекрутить. Вот, я так понимаю, вот, наверное, возможно. Вот, пока вот такая. То есть пока не пощупим, не скажем. Но давайте теперь все, переходим вам конкретно. Значит, вот эта история, я сейчас вот переведу на русский язык. Многофункциональные стебли, ну, стрекоза, да. Аутентичные автомобильные компоненты, патрульные переключательные циферблаты и кнопки, изготовленные из тех же компонентов, что и настоящие автомобили. Ну, то есть это как в настоящих грузовиках и вообще автомобилях. Вот этот пластик и вся вот эта история. Создает аутентичные ощущения, обеспечивает по-настоящему захватывающий опыт вождения. 28 программированных переключателей. Подводные переключатели оснащены до 28 программированными переключателями для удовлетворения всех ваших потребностей вождения. Они оснащены органами управления, стеклоочистителями, фарами, а также уникальной функцией круиз-контроля. Автоматическое отключение сигналов поворота. Имитируя функциональность реального автомобиля, указатель поворота автоматически отключается после поворота, что улучшает впечатление от вождения. Офигенно! Да, конечно! Скрытый витовой дизайн. То есть здесь будет вот это крепиться каким-то образом. Будет вот такая магнитная плашечка, которая просто будет вот так вот. После установки винты спрятаны под магнитными пластинами. Обеспечит аккуратный и гладкий, хороший, короче говоря, вид. И самое, ребята, интересное, совместим со всеми базами МОЗа. Максональность, значит, совместим со всеми базами, будь то R3 до R21. R3, R5, R9, R12, R16, R21 и, собственно, другими какими-то базами, если они это подходят, как я понимаю. Поддержит как стандартный, так и перевернутый монтаж. Можно прикрепить непосредственно к соснованиям с помощью передних монтажных отверстий и отрегулировать для себя, для комфортно. Также подключается напрямую к ПК и при наличии подходящих кронштейнов, совместимые с колесными базами сторонних производителей. Ну, образно, фанатеку. Как будто так вот, да? Здесь понятны размеры и комплектация. Ребятки, слушайте, 700 грамм весит. Охрененная тема, да? Если мы вернемся обратно и посмотрим. Здесь у нас, смотрите, и управление блоком переключения дворников. Быстрый, небыстрый авторежим. Здесь у нас поворотники, понятно, лево-право. Ближний, дальний, габарсвет. Не знаю, кнопка будет это активно, пибикалка или нет. Здесь управление круиз-контролем. И в целом этого достаточно, чтобы ездить в игры. Вопрос, какие игры будет поддерживать. Ну и плюс то, что отщелкивается, это, конечно же, охрененно. Поэтому, ребят, информация такая. Уже готовьтесь. 200 баксов. Образно, двадцатку готовьте. Все это будет у вас. Пока у Дударева нету, у Саши этой истории. Но, надеюсь, он ее тоже, естественно, привезет. Вот, наверное, как-то так. Это самая, наверное, главная новость. Идем дальше. Педали. Ребятки анонсировали педали новые. Точнее, их уже, по-моему... А, нет, предварительный заказ. Педали с тензорным датчиком. Это педали CRP-2. У меня CRP-1, а это CRP-2. Которые уже... Нагрузка 200. CRP в первых 100. Здесь уже 200 нагрузок. Здесь немножко измененный дизайн и наполнение. И все в этом духе. Регулировки. Видите, в виде барашков. То есть, скажем так, безвинтовой монтаж. Да? То есть, регулировки не надо там ни шестигранниками, ничего. Удобно? Да, конечно. Поэтому, если те ребята, которые хотят себе CRP-педали... Обратите внимание, CRP-2. Может быть, стоит их. А почему стоит? Я сейчас еще покажу. Расскажу, какие еще девайсы готовятся. Вот. И тут, понятное дело, дизайн. Туда-сюда. Там и все из этого космического алюминия сделано. И все это классно. И все это регулировывается. И пяточная пластина здесь из волокна. Ну, короче, пушка-гонка. Чего говорить-то? Датчики 200 кг. Вот. Всякие датчики угла здесь. Понятно, наклоны и так далее. И есть в комплекте разные вот эти вот переходнички. Да? Соответственно, которые усиливают различные вот эти вот ощущения педалей тормоза. Как вы видите, здесь даже есть шкала, где написано. Это дорожная машина. Обычный тормоз. Это машина такая, это спортивная. Там это ралли. Это серия GT3, GT4, F3. Ну, то есть, гоночный, да? Уже сим-рейсинг. Вот эта вся история. Дроссель регулируется сзади. Вот эта вся история. Короче, пушка. Ребят, что говорит? Действительно, вот трехступенчатая регулировка муфт. Это педаль сцепления. Она у меня тоже на CRP есть. Это офигенная штука. Когда, знаете, сцепление нажимаешь легко, туже. И потом такой, как корзина, как провал. Ну, как в настоящей машине, короче. Трехступенчатые сцепления, в общем-то. Вот. Охрененно. Тихий, плавный. Ну, кстати, работают тихо достаточно. У меня CRP. Я не думаю, что CRP 2 будут там еще сильнее. Вот. Регулируется без инструмента. Все понятно. Есть угол и ход педалей. Понятно, что это можно вот так вот раздвигать, как-то варьировать, да, на площадке. Как это вот дизайн, да, выглядит. Совместимость, понятное дело, вот, совместим с Xbox. Подключите педаль непосредственно к базе, да, база R3, которая. И для Xbox вы можете их фигарить. А также можете подключить напрямую к ПК или базе. Это говорит о том, что они еще подключаются напрямую просто к компьютеру. Это классно, это аж хрененно. Понятно, что настройки там туда-сюда, долговечные. И вот. Они поддерживают перевернутый монтаж. Цена вот этих педалей, ребята, на рубли около 45, по-моему, тысяч рублей. Сейчас под заказ. Предзаказ. Что касается перевернутой. Моза также разработала вот такую вот сменную инверсию, да. То есть вот этот вот подиум. У меня с Авито подиум за 4000, кстати. И у меня CRP-педали стоит, и отлично. Здесь как бы дорого-богато, помоднее. Тоже Моза разработала вот этот вот перевернутый монтаж. Вот эту всю историю, да, вот этого. Чтобы добиться. И понятно, что допом можно докупить вот эти все комплекты. Вот они разные, короче говоря. Что касается вот этого подиума. Где-то у меня он, вот он он. Это подиум сейчас по цене 200, опять же, 180 баксов. Дорого. Ну, у меня за 4000 с Авито ничем не хуже. Тоже металл. А это вот, извините, за 180, да. Это опять же те же, те же там около там 18 образно тысяч рублей. Да да хера. Вот. За вот этот подиум. Ну, кому как. Кто хочет, тот купит. Понятно. Дело. Вот цена есть. Ребят, понятненько, да. И переходим дальше. Про педали сказал. Про вот это главное сказал. Идем дальше. Моза. Тогда вот так сделаем. Понятно, да? Новые педали. К нему новый подиум. И дальше. Моза, опять же. В дальнейшем будет, ребята, M-booster. Активные педали. Что это такое? Это то, что позволяет нам ощутить ногами отдачу. АБС и так далее и тому подобное. Трекшн контроль. АБС. Регулируемый отскок. Ход демпфирования и трения. Короче, вибрация будет. Влияние на передачи будет отбивать. Это жесть. И я вот не знаю, к чему оно подходит. Ребята, стоит тоже не знаю сколько. Пока это только вот в анонсах. Таких даже не предзаказ. Даже цены нету на это все. Но монтаж есть. Обратная связь на педалях будет. Вот эта вот херня вся. Будет как-то подключаться напрямую к педалям. То есть сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вы можете сами потом на МОЗ зайти посмотреть. Будет здесь тоже датчик магнитный. Вот, смотрите. Вот они, CRP2 педали. И смотрите, на каждой стоит буст. Вот этот вот. Бустер. В один клик. Настройство ощущения от вашей активной педали. Одним щелчком мыши. Его можно использовать в качестве дросселя. На заслонке тормоза или сцепление. Обеспечивающие ощущения. То есть либо, ну скорее всего, одну, наверное. Хотя, может, и все три. То есть пока я вот это не пощупаешь, не скажешь. Ну, короче говоря, это вообще полное погружение. Тормоз в пол нажимаешь в гонках. У тебя ABS. Вот так вот будет. Педаль отбивать. Дорого-богато тоже, скорее всего, будет стоить. Вот, наверное, ребята, как-то так. Это такая для общей информации для вас. И подключаясь напрямую к ПК и совместим практически со всеми фирменными базами МОЗа. Охренеть. Да, что творится? Что творится? Вот эта контора поперла, блин. Есть такое, ребят. Но вот касаемо педалек. И еще информация будет для вас по поводу МОЗа. Это Porsche Mission Air. Рулевое колесо, которое тоже анонсировано. Это просто космос. Это просто космос. Будет стоить, как вся моя жизнь, наверное. Исключительно дизайн материалы. Копирую колесо электрического электрокара Porsche. Рулевое колесо считает в себе скорость, элегантность и практичность. Дойти два. Сейчас только надо продать почку и правое яичко. Вот. Алюминиевый сплав. То есть рама алюминиевая. Алюминиевая над ШПУ туда-сюда. Обернутый высококачественным материалом, напоминающий замшу. Ощущение от настоящих гоночных автомобилей. Обеспечить плавный и удобный ультрахват. Гибкий OLED-дисплей. Здесь будет гибкий закаленного стекла дисплей 60-герцовый. С разрешением 720, 5,4 дюйма. Кайф. Своя экосистема, которая позволяет настраивать под себя вот этот экранчик. И впоследствии делиться с другими пользователями. Прикинь, что творится. Четырехъядерный процессор встроен. У людей компьютеров таких нет. Тут руль с процессором четырехъядерным. Открытая экосистема. То есть, опять же, можно варьировать как хочешь. Может подключаться к МОЗа, к хабу. А также, как вы видите, совместимы с квик-релизами других фирм. Будь то это там Фонотек. Вот эти все защелки. Либо это Трастмастер и так далее и тому подобное. Ну, плюс классический квик МОЗовский, да, к базе. Понятно, подрулевые, значит, с алюминиевого сплава. Двойное сцепление, которое понятно. Элементы управления. Все вот эти шарики, металлические кнопочки. АБС, ТС. Короче, огонь. Это прям конкретно для симрейсеров, ребята. Это прям вот, ну, по факту. Сами можете, естественно, полностью почитать. Итак, информация для тех, кто гонщик. Полноценно алюминиевый, да, вот этот квик. Короче, пипец, ребята. Просто. И это еще не все. Это мы сейчас прошли по основным. Но давайте мы сейчас еще посмотрим. Ну, во-первых, так, 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 так. Сейчас мне надо как-то выйти вот сюда. Рейсинг. Рассказал я, ну, понятно, что вот Мишин, да. Руль ЕС у нас. Я сейчас тоже по нему скажу. И есть еще, ребята, вышел вот такой. Ну, во-первых, начнем с того, что теперь продается отдельно рулевое колесо для Xbox. Если вдруг это руль как в ЕС и Р5, да, только для Моза R3 в виде... Ну, вы меня поняли, да, именно под стилистику Xbox. Вот, тоже как бы существует. Появился цена 140 баксов. И вот, ребята, еще одна новинка. Vision GT. Руль уже доступен для покупки, для гонщиков, да. Цена 750 баксов. 750 баксов. До хера? Да, это 60... Папапам, с чем-то денег, короче говоря. Даже давайте проверим. Я сейчас зайду вот так вот. Дударев Моторспорт у меня, естественно, есть. Дударев. Дударев Моторспорт. Половины пока еще у него, скорее всего, не представлено. Возможно, будет, ребят. Но вот, смотрите. И сразу 750... Вот, долларов в рублях сейчас. 68 тысяч. С копейками, да? Цена. По курсу рубля сейчас в 90... По курсу доллара 91 рубль. Окей. Как вы видите, вот, смотрите. Девайсы для авиасимуляторов. Моза появился. Тимоза, да, анонсировала еще авиаисторию. Сейчас покажу. Для авиационных любителей. Давайте сейчас зайдем вот. Рули Симрейсинг. Да, это у нас штурвалы гоночные. Попробуем его найти. Так, это всякие дорого-богато разные гоночные. Нет. Должно быть, наверное. У меня вот такой RS, КС. Вот он он. Новинка. Вот. Новинка, новинка, новинка. И вот, смотрите. Вот, от новинка. Она у него под заказ. Понятно. Такие деньги только, ребят, под заказ. Смысла вести нет. Только под заказ кто хочет. Уже у Дударева есть. Цена 69. Ребят, цена 68 на официальном сайте. Есть ли какая в этом фишка навара? Да никакой. Разница в 400 рублей, да? 69 тысяч и вот 68. Прикинь. Она как бы уже у него, видите, под заказ есть. Понятно, да? По причине какой. Офигенно. И смотрим, знаете, чё? Полёты. Да? У МОЗы появились ещё девайсы для полётов. Для лётчиков. Вы глядьте, чё? База называется АБ-9. И МОЗа Fly. Вот смотрите. Сейчас вот так вот нажмём. Опять же, при ордер нау. То есть, это 550. Давай смотрим. 550. Это 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Сейчас я выйду назад. У Дударева сюда. Просто на примере вот его. 550. Что это такое, ребята? Это для Авиа сама база. Причём, которая будет с отдачей. Со всей вот этой историей. Опять же, для лётчиков сами посмотрите. Поддержкой микрософтов, там, X-Planet'ов, лётных каких-то симуляторов, War Thunder'ов и так далее. С кожухом. Вот тоже магнитная вся история. Открытая экосистема. Всё это может регулироваться. Отдельно подиумы к этому всего. Отдельно вот это тоже меняется. И вот как-то так. То есть, привод здесь. Это не просто джойстик какой-то. Вот этот вот, да. А стик, да. А конкретно 12 ньютонов. Ну, короче, я вот не знаю, как в машине я понимаю, как это. А как это в самолёте. Может быть, тоже какая-то будет такая прям... А потом армрестлингом заниматься будешь. Короче, пипец, да. Гля, какая история. Охереть просто, ребят. Охереть просто. До чего техника дошла, моя женщина. Гля, какая. Вообще просто. Накручивается сюда. И вот смотрите, да. Здесь отдельно подиум с 50 долларов стоит. Есть такой Maza Maz... Maza 3X какой-то сайт. И M16. Цена 80 баксов и 169. Вот смотрите, да. База. Вот, девайсы авиа. И давайте посмотрим. Здесь есть аксессуары. Значит, база 54 900. У Дударева 50. Ну, то есть, разница здесь, понятно, есть тоже под заказ. 16 штурвал вот этот 17 тысяч. Ну, 17 тысяч, а здесь 170, да, образно. 15. Ну, видите, разница не такая существенная. Исходя из того, что в России особо сильно не купить. То есть, разницы где-то вообще ее нету. Где-то, ну, полторы-две там тысячи рублей. Для того, чтобы приобрести... Видите, сменная еще вот эта фигня. Сюда вот. Охренеть. Так что, ребятки, чего только, блин, нету. Моза вообще просто рвет сейчас и мечет все. Исходя из того, что фанатек же умер, можно так сказать. Он стал этот самый. Подал на банкротство. Понимаете, о чем речь? Поэтому вот как-то так. И, кстати, по поводу Мозы R12. Я такую историю слышал, что Мозы R12 тоже обновили. Обновили... Типа третья ревизия стала, что ли. Стала третья ревизия. Не знаю насчет этого. Правда или не правда. Next Gen 3 Force. Вот стала она. Какая-то стала новая она. Не знаю. Посмотрите. Но вот такая информация была. Типа стала... Типа что-то получше стало. Не могу прям точно утверждать. Но экосистема стала новее, короче. Вот, наверное, ребятки, как-то так. Что касается информации по Моза Racing, по новым девайсам. Что у нее появилось. Как видите, вот здесь руль этот, руль тот. Педали, буст. И, короче, всего-всего-всего остального. Так же и по флайм. Блин, это огонь. Это огонь. Ребята, естественно, ждем. Жду я вот эти переключалки. Информация космическая. Пишите, что вы думаете по этому поводу. С вами был Дима, канал Добро Едет. Удачи. Увидимся. Пока. Не забывайте лайки, подписывайтесь на YouTube, Яндекс.Дзен, Дискорд, группа ВК, Телега и платформа. Удачи. Пока.